Добрый вечер, в Украине 8 вечера, в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Ставки на отставку. Удастся ли нардепам указать премьер-министру на дверь? Погром среди ясного неба. По украинским городам прокатилась волна беспорядков. Кто атакует офисы? Таможенный волк. Чем знаменит недолюстрированный замначальника Закарпатской таможни? Прокурор Раздора. Президентский проект постановления об увольнении генпрокурора Виктора Шокина уже в Верховной Раде и зарегистрирован на сайте парламента. Пока без сопроводительного текста, но депутаты смогут проголосовать за либо против отставки не ранее, чем 15 марта, когда откроется следующее пленарное заседание. Или, как вариант, на внеочередном заседании, если оно состоится. А до тех пор Виктор Шокин остается генеральным прокурором. И еще один проект постановления об увольнении, но уже премьер-министра Яценюка зарегистрировал сегодня вне фракционной депутат Сергей Мищенко. Поскольку голосовать повторно за отставку всего правительства на этой сессии уже нельзя, депутат решил пустить в расход одного Яценюка. Сам нардеп заявил о наличии двух причин для увольнения. Политической и экономической. По его словам, работа правительства Яценюка привела к катастрофическому росту тарифов, обесцениванию гривни в пять раз и снижению доходов населения в четыре раза. Минимальная зарплата украинцев стала в пять раз меньше, чем в Гондурасе, говорит Мищенко. В придачу внешний долг нашей страны составляет полтора триллиона гривен. А это значит, каждый работающий украинец должен отдать государству по 187 тысяч гривен. Недоотставка Кабмина не дает покоя и главе фракции Батькивщина. Юлия Тимошенко просит президента и спикера Рады созвать в ней очередное заседание парламента и срочно рассмотреть увольнение правительства. Напомню, 16 февраля Верховная Рада не смогла отправить Яценюка в отставку. Но несмотря на то, что по регламенту вопрос недоверия правительству нельзя ставить на голосование чаще одного раза в течение одной сессии, а она начнется аж в сентябре, Тимошенко предлагает голосовать за увольнение Яценюка с должности премьера уже сейчас. Лидер Батькивщины убеждена, что это повлечет за собой отставку и всего кабинета министров. Мы обратимся сейчас, согласно статье 83 Конституции, негайно скликать позачерговое заседание Верховной Рады с одним единым пунктом порядка дня. Это отставка уряда Яценюка. Для этого есть все подставы и для этого есть все инструменты. Кроме этого, Тимошенко убеждена, что коалиции уже не существуют и считает дни до момента, когда президент сможет распустить действующий парламент. Кстати о коалиции. В аппарате Верховной Рады не смогли подсчитать точное количество нардепов в составе коалиции парламента 8-го созыва. Напомню, согласно основному закону, большинство считается конституционным при наличии не менее 226 нардепов. В аппарате парламента считают, что исключительным распорядителем информации о том, сколько же депутатов в коалиции на данный момент является ее руководство. Потасовки, отсутствие внятных требований и добровольцы, которые никогда нигде не служили. Несколько десятков самозванных революционеров не покидают майданной залежности. Так чего они ждут и против чего протестуют? В деталях этой акции разбирался Ярослав Кречко. С мата и драки началось утро на майдане на залежности. К людям, которые разбили палатки на площади, пришли поговорить участники АТО. Те встретили их кулаками. Двое было доставлено в отделение полиции, двое участников. Но на данный момент каких-либо заявлений о совершении преступления не поступило. В ходе выступления дальнейшей информации будет принято решение о квалификации и расследовании этих фактов. К обеду на майдане незалежности коммунальщики убрали мусор и демонтировали палатки. Осталась только одна. Палатка будет, а тут будет размещенный штаб. Я не знаю, я ляжу тут кисьма, я не позволю, чтобы тут звезды сносили. Андрей Хама называет себя координатором акции протеста. Лидеров так называемых революционных сил, которые ранее оккупировали отель Казацкий, сегодня на майдане нет. Но Хама говорит, что они действуют сообща. У нас сейчас будет собрана и узгодим все наши вопросы. Третий день они стоят на майдане, но внятных требований нет. Среди нескольких десятков митингующих часть людей в камуфляже. Правда, к военным структурам большинство не имеет никакого отношения. Что за движение, непонятно. Тем более ветераны сразу нескольких реальных добровольческих подразделений, названиями которых спекулировали так называемые революционеры, сегодня опровергли свою причастность к событиям последних трех дней. Есть радикально уничтоженные граждане, которые в тот или иной способе могли быть использованы в темно самыми провокаторами, которые пытаются дестабилизовать ситуацию. Они ведут к тотальной войне внутри Украины, что чревато не просто кризисом государства, а, возможно, и коллапсом украинской государственности. И понятно, что в этом заинтересованы не украинские граждане, не украинские народы, а в этом заинтересованы наши враги. Полиция расследует и субботние погромы банков в столице. Личности 10 человек установлены, большинству не исполнилось и 18. Никого пока не задержали, устанавливают, была это спланированная акция, или малолетних втянули в провокацию. Ярослав Кречко, Егор Логинов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. И свою оценку последних событий на Майдане дал президент Петр Порошенко. Он называет происходящее неудавшейся провокацией. Кремлевская пропаганда очень хотела, чтобы этот день пройшел иначе. И именно поэтому они уже заздалегидь заготували лозунги або Майдан 3.0, або Третий Майдан. Но эта провокация в них не вышла. Бо неизваживая на те объективные трудности, недолики, украинцы являются очень ответственными. Это яскравый доказ того, что Майдан и революция гидности были сделаны самыми ответственными людьми, которые прагают, желают, чтобы Украина реформовалась. Это заявление президент Украины сделал во время презентации новой полиции в Виннице. Он также прокомментировал политическую ситуацию в стране и предложил свой вариант выхода из кризиса. Я считаю, что на сегодняшний день нужно пройти перезавантажение влади. Это то, что хочет народ. Я считаю, что это перезавантажение. До речи, наконец-то и уряд чётко заявил, что он понимает эту необходимость. Я считаю, что парламент должен взять наконец ответственность, а не заниматься троуссинной позиции. В ответственность, чтобы спольно, не перекладывая эту ответственность, ни на кого, спольно, напрацевать выходы с объективной кризисой. Но при этом не нужно посыпать голову попелом. Главные дипломаты Германии и Франции сегодня в Киеве и уже успели провести ряд встреч. По словам министров, они хотят помочь разрешить внутренний политический кризис в Украине. В эти минуты Франк Вальтер Штайнмайер и Жан-Марко Энн Ро встречаются с президентом Украины Петром Порошенко. Возле администрации находится наш корреспондент Ольга Рыцарь. Она с нами на связи. Оля, здравствуй. Расскажи нам все подробности, которые тебе известны на эту минуту. Добрый вечер. Наталья, глава МИД Германии Штайнмайер и его французский коллега Эйру прибыли сегодня в Украину во второй половине дня. Уже успели встретиться с премьером Яценюком. И буквально 15 минут назад началась встреча с президентом в администрации президента. Главная цель визита это проанализировать проведение реформ в Украине, а также реализацию минских соглашений. Также министры хотят лично ознакомиться с политической ситуацией в Украине, так как обеспокоены кризисом внутри коалиции. Что решили, пока неизвестно, так как встреча проходит за закрытыми дверями. Но как стало известно из интервью министра в немецком изданию Франкфуртер-Алемайн-Цайтунг, Штайнмайер и Эйру готовы поддержать Киев в случае, если будет поддержан курс на проведение реформ. Также они сказали, что за всем, что сейчас происходит в Киеве, очень следят во всем мире. И каждый, кто выступает из трибуны Верховной Рады, не только должен знать, что он выступает из общественной европейской трибуны. Это означает, что за каждым действием и за каждым словом из Украины следят во всем мире. Но что касается ситуации на Донбассе, то министры уверены, что единственное, что минские соглашения, это единственный путь, чтобы восстановить суверенитет на территории Украины. Также они сказали, что встреча нормандской четверки состоится в Париже 3 марта. Кроме этого, перед вылетом в Киев министры дали и пресс-конференцию в Берлине и призвали Москву заставить сепаратистов уйти из Украины. И они уверены, что в этом всем нужна полная поддержка российской стороны. Но что касается сегодняшнего приезда, то министры будут в Украине еще завтра. За сегодняшней встречей мы будем наблюдать. И как только появится какое-либо сообщение, мы тут же вам расскажем в прямом эфире. Спасибо, Оля. Ольга Рыцарь была с нами на связи из администрации президента. Я думаю, что мы с ней еще сегодня пообщаемся чуть позже. В Харькове сегодня вспоминают погибших во время теракта у дворца спорта. Ровно год назад там прогремел взрыв. Четыре человека погибли, еще десять получили ранения. Сегодня на этом месте установили памятный знак. Как за год продвинулось дело в суде и кого обвиняют в теракте родные погибших, расскажет Лидия Калинина. Харьковский дворец спорта. Именно здесь год назад собрались активисты, чтобы вспомнить события зимы 2014-го, когда 22 февраля в этом здании заседал так называемый съезд депутатов всех уровней Юго-Востока и Крыма. Здесь ждали и так и не дождались Януковича. А вечером выяснилось, что он сбежал. Вспомнить эти события активисты решили маршем достоинства пройти от дворца спорта к центру города. Но прошли всего несколько десятков метров и прогремел взрыв. Вот активист Игорь Толмачев. Его еще пытаются спасти. Рядом сослуживцы откачивают милиционера Вадима Рыбальченко. Оба не доживут до приезда скорой. Выноси другу, вноси другу, другу, другу. А это Даня Дидек. Ему всего 15. За его жизнь и жизнь студента Коли Мельничука врачи будут бороться сутки. Но не спасут. Еще 10 человек окажутся на больничных койках. Ой, больно, больно. Спустя год здесь снова украинские флаги. В полной тишине открывают памятник на месте, где террористы закопали мину. И чтобы я могла принести сюда цветы. И чтобы ребята, которые учились с Даником, Дидиком, и чтобы ребята, которые работали с моим братом, могли прийти и поклониться этому месту. В организации взрыва подозревают этих троих мужчин. Их задержали почти сразу. Спустя 4 дня после теракта в СБУ отчитались подозреваемые, признали свою вину. Теперь все отрицают. Ни одного вещественного доказательства не существует в деле, которые могли бы подтверждать участие в причастности к этому трагическому событию меня и моих товаров. Это фактически признательные показания, полученные нами по штуке. Адвокаты подозреваемых даже фото показывают. Вот на лбу, на щеке, ну и... Что под курточкой, то есть тут даже страшно предположить. Придумы ребер, такого характера были пытки с обвиняемыми и были имитации расстрелов. Такие побои подозреваемые могли получить при задержании, говорит адвокат потерпевших. Ни у него, ни у следствия. В причастности этих людей к теракту сомнений нет. У нас есть геоданные по средствам мобильной связи, есть данные о перемещении этих лиц. О чем не говорить, если закладка мины производилась под видеокамерой? Заказчики это представители спецслужб Российской Федерации, которые находятся за пределами нашей страны. Заседание назначают чуть ли не каждую неделю. Вот только адвокаты обвиняемых часто не приходят и суды переносят. По всей видимости, надеяться на то, что в связи с тем, что со временем резонанс к этому делу может быть утихает. Я намерена ходить до конца, слушать, потому что я считаю, что не только подозреваемые, но и их адвокаты пусть смотрят в глаза людей, кто потерял близких людей в результате. Родные погибших надеются приговора ждать недолго. В прокуратуре будут требовать для организаторов теракта пожизненное заключение. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Киевских погромщиков офисов Альфа-банка и Сбербанка, о которых мы уже говорили сегодня, вызвали на допрос. Подозреваемых 10 человек, часть из них явились добровольно и дают показания, сообщили в полиции. Установлено, что офисы атаковали одни и те же люди. Произошло это в субботу. И сегодня ночью новые нападения. На этот раз отделение банков подожгли во Львове. Все подробности в сюжете Кристины Гошенко. В понедельник, час ночи. Львовские пожарные тушат огонь сразу в двух финучреждениях. Неподалекого центра горит отделение Сбербанка. А рядом с областной налоговой пылает ВТБ-банк. На верхних поверхах находились люди. И была реальная загроза отруяния их продуктами загорания и также действия в огне. Поэтому параллельно с гасением пожаре проводилась эвакуация этих 12 человек, которые находились на верхних поверхах. От отделения Сбербанка огонь не оставил ничего. До сквозных дыр сгорит и пол в квартире Галины Владимировны. Она живет на втором этаже, прямо над банковскими помещениями. Теперь ей видно все, что там происходит. Злоумышленники действовали быстро и громко, рассказывают жителей дома. Батька почувствовал, что что-то бьется. Выглядывая через окна, он увидел, что разбегались хлопцы. Когда мы вышли на дверь, стояли коктейли молотого, кажется, на каких-то баночках, и молотки лежали. Оба сгоревших отделения поджигали группы по двое-трое человек. Все в балаклавах. Сначала крушили витрины молотками, потом забрасывали внутрь бутылки с зажигательной смесью. Планировали сжечь еще одно отделение Сбербанка, но коктейль молотого не сработал. Личности злоумышленников полиция еще выясняет. Была речница подий, которая происходила в 2014 году. И по всей Украине дисакции протеста. Можливо, одна из акций протеста, данная против России. Местные активисты уверены, поджоги – дело рук иностранцев. Я не уявляю себе, чтобы львови не снищили власное майно. Мы были ночь гнева, мы были после ночи гнева ряд инцидентов, когда люди остановили такие вещи. И я однозначно уверена, что это какая-то провокация, которая идет из-за внешности. Что о поджоге думает руководство пострадавших финучреждений, неизвестно. Пресс-служба Сбербанка в Украине на телефонные звонки не отвечала целый день. Не захотели общаться с журналистами и у ВТБ банки. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное повреждение имущества». Злоумышленникам светит до 10 лет тюрьмы. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал «Интер Львов». На отделение Сбербанка напали и в Мариуполе. В ночь на воскресенье неизвестные забросали камнями здания. Разбиты три окна и стеклянные двери. Внутрь помещения злоумышленники не проникли. По факту хулиганства мариупольская полиция уже открыла уголовное производство. Но вот связать этот инцидент с атаками активистов на банки в других городах Украины полицейские пока не торопятся. А в Ривно сегодня ночью неизвестные подожгли здание, где расположены офисы общественных организаций, в том числе и местного автомайдана. Входные двери были выбиты, а возле некоторых кабинетов эксперты обнаружили остатки зажигательной смеси. Автомайдановцы, чей офис пострадал больше всего, подозревают, что это месть со стороны бывших сотрудников правоохранительных органов, которых завалили на переаттестации. Входные двери, три векна, оргтехника. Как ему удалось избежать люстрации? И кто же все-таки крышует этого таможенного волка, расскажет Марина Коваль. Возле закарпатской таможни активисты с плакатами. Люстрацию Гаврилюку, таможня не кормушка, прочь серая схема, требуют пикетчики. Пришли сказать нет Александру Гаврилюку, которого хотят назначить замом начальника областной таможни. Причем назначить незаконно, говорят активисты. Гаврилюк не проходил иллюстрацию, работал на одесской таможне во времена Януковича и замешан в контрабанде товаров через границу. Александр Гаврилюк возглавлял таможню Величевский с 2010 по 2015. В середине прошлого года его перевели в Киев. Против сразу же выступили предприниматели и таможенные брокеры. Акции прошли и в Херсоне, куда хотели пристроить Гаврилюказом начальником областной таможни. И вот теперь аналогичную должность он намерен занять в Закарпатии. Но здесь встретил отпор. Мета этого призначения это фактически восстановить системный контрабанд на тетяновых вырубок из Украины в Украину ЕС, которую удалось сломать после макаческих подий минулого года. На своей странице в интернете Москаль написал, что в Львовской области стоят 20 фур с контрабандными системами. Доставить их должны в Европу через таможню Закарпатской области. Как только Гаврилюк приступит к работе, машины смогут беспрепятственно пересечь кордон. На самой Закарпатской таможне говорят, распоряжения о назначении еще нет. Это наказ на стажирование на посаде, потому что он работает в другой митнице, в Полтавской митнице. Для призначения на высшую посаду нужно пройти, соответственно, закону про держслужбу, стажирование. Я не владею этой информацией, что происходило в Одесской митнице за часы работы Гаврилюка. Пообщаться с самим Александром Гаврилюком нам не удалось. На таможне говорят, что не знают, где он находится. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. На Мариупольском направлении резко снизилась активность боевиков. За последние сутки 14 обстрелов. 13 из них в районе Марьинки-Красногоровки. Эти населенные пункты остаются в числе самых горячих точек. О минувшей ночи на передовой расскажет мой коллега Станислав Кухарчук. Позиции в Марьинке вечер воскресенья. Бойцы 14-й бригады готовятся к бою, чистят оружие, изготавливают боеприпасы. В последнее время боевики работают как по графику. Выходные тоже в нем. Это все им. Это за один бой. Бесплатно. Да. За один бить? Да. Ребята говорят, четверга боевики немного поутихли. Тогда на позициях был почти девятичасовой бой. Успокоить противника удалось лишь ответным огнем. С тех пор неприятель мстит. В субботу в 14-й бригаде от пули снайпера погиб боец. У меня там фонариком и мелькало, что расставляло. Вызывают же на бой. РПГ прилетало, но мне не ответили. Едва солнце заходит за горизонт, улицы Марьинки пустеют. Ночь – время самых интенсивных боев. Боевики стреляют и по позициям, и по жилым кварталам города. Татьяну обстрел застал по дороге домой. Женщина переживает за старенькую маму. Пули и гранаты боевиков летят как раз в сторону ее дома. Ну, я тут живу напротив Терекона. У нас хата сгорела на заводской 1036. На заводской. Там полностью черный пар от поля. Добраться до соседней позиции нам удается только через час. Наши военные в полной боевой готовности. Обстрел пережидают в подвале. Утихает огонь около полуночи. И для этого у боевиков есть веские причины. Пока есть время передохнуть, Олег с удовольствием пьет кофе. В любой момент затишье может резко закончиться. Наших военных боевики держали в напряжении до самого рассвета. Изредка подстреливали из гранатометов и пулеметов. Ночью основной удар пришелся на соседнюю Красногоровку. Был обстрел с 82-миллиметровых минометов. Обстреляли позиции. К счастью, пострадавших нет. Сегодня весь день в Марьинке было на удивление тихо. Но наши военные предполагают, что завтра, 23 февраля, боевики могут снова активизироваться. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В российской столице продолжают утюжить ларьки. Кто из владельцев коммерческой недвижимости сам попросил сравнять с землей торговый центр сегодня? И к кому в гости экскаватор приедет завтра? Расскажет Данил Русаков. Он в Москве. Строительная техника в самом центре Москвы орудует уже второй день подряд снос торгового комплекса по форме напоминающего пирамиду в самом разгаре. Простояла она здесь без малого два десятка лет, но теперь ларьки из центра города по решению мэрии изгоняют навсегда. Повсюду усиленные наряды полиции подогнали зачем-то даже автозак. Проходящие мимо горожане тем временем делают фотографии на мобильные телефоны. Своеобразный символ Москвы навсегда уходит в прошлое. Что здесь появится взамен, пока непонятно. Кто принял решение, тот пускай за это и отвечает. Я так думаю. Удачи. Но решение убрать пирамиду, в отличие от предыдущих сносов, принимал не кто-нибудь, а сам хозяин. Узнал, что ларьки в центре города ликвидируют и попросил свою собственность тоже отправить под бульдозер. Столичные власти к просьбе отнеслись с пониманием. Спецтехника приехала быстро. За ней подоспели и московские дворники. Наблюдаете просто? Мы туда не относимся. И как ваши впечатления? Никак. Почему? Люди работают и работают. Массово сносить ларьки в Москве начали чуть больше недели назад. Тогда бульдозеры ночью разровняли торговые постройки возле станции метро и на площадях в самом центре российской столицы. Кто станет следующим отважным добровольцем, готовым вот так просто распрощаться со своим имуществом, пока неизвестно. Известно ли, что вслед за центральной частью Москвы остаются еще спальные районы, а там ларьков за последние 20 лет построили много. Данила Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. Бомба для премьера. Кто планировал покушение на Беньямина Нетаньяху? Какую схему террористов разрушили израильские спецслужбы? И о чем говорит этот неудавшийся теракт? Подробнее Сергей Услендер. Покушение на премьер-министра планировали члены террористической ячейки Хамас, арабы из Восточного Иерусалима. Прекрасно понимая, что подобраться к премьеру близко не получится, его отлично охраняют, они задумали провести массовый теракт. По их замыслу, Нетаньяху должен был появиться где-то в людном месте, на стадионе или в синагоге. Он действительно периодически это делает. И вот там террористы планировали привести в действие очень мощное взрывное устройство. Для этих целей арабы даже организовали подпольную лабораторию, где, собственно, и пытались изготовить бомбу. Их было пять человек, и у них были кураторы из сектора газа, высокопоставленные боевики Хамас. Это лишний раз доказывает, что события последних дней не спонтанные, как пытаются доказывать многие эксперты, а спланированная и срежиссированная акция насилия, которая активно провоцирует извне. И запланированный теракт лишь часть этого. Разумеется, никакого покушения не произошло. Прямо в лаборатории, что называется, с поличным арабов задержал спецназ. Сейчас их допрашивают следователи службы безопасности. Главное выяснить, не было ли у них сообщников на территории Израиля. Хамас, собственно, никогда и не скрывал, что постоянно планирует теракты против израильтян, особенно против высокопоставленных чиновников. Террористы продолжают активное строительство тоннелей на юге. На границе с сектором газа жители тамошних и еврейских поселений постоянно жалуются, что слышат звуки работ. В ответ армия развертывает систему обнаружения подземных ходов. А сегодня в Израиле стартовали совместные американо-израильские военные учения. Они продлятся пять дней, на которых армия США и армия Израиля будут отрабатывать совместное отражение массированного ракетного удара по территории Израиля. Сергей Услендер, подробности, телеканал Индер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Миллионы попередников. Куда уплывают растаможенные активы чиновников времен Януковича? По воле Минкульта. Как министр Кириленко поставил под угрозу заповедный статус Софии Киевской? Активы сквозь пальцы. В какую дыру уплывают размороженные деньги беглых чиновников времен Януковича? Почему на это не может отреагировать Европа? И почему вдруг ослепла украинская фемида? Подробнее о миллионных сделках Азарова-младшего в Австрии София Гордиенко. Информация о продаже появилась в Фейсбуке на странице австрийского журналиста Хервига Хеллера. За свой домишко в Вене знакомый многим украинским зрителям Алексей Азаров, сын беглого экс-премьера, хочет почти 5 миллионов евро. Торг уместен. Кстати, пару месяцев назад он же выставил на продажу загородный особняк в городке Марияцель в федеральной земле Штирии. Здесь терраса с видом на собор и горы, каменный зал и даже комната для хранения вин. Заметно, что вкус Азарова-младшего уже на порядок выше, чем у чиновников поколения его отца. Правда, покупателя на всю эту роскошь до сих пор нет. Цену в 900 тысяч евро пришлось снизить на 150 тысяч. За те, чем семейству Азаровых избавляться от недвижимости? Для поддержки штанов или просто сбросить балласт? Я думаю, что Алексей Азаров задумает, не думает о неком австрийском будущем. И поэтому как раз ему более интересен держать эти активы. Я думаю, что когда-то у семейства были такие планы, переехать в Австрию и купить. Поэтому как раз все это недвижимость, вся это недвижимость-то и вес. Даже если нажитые непосильным трудом австрийские дома семья беглых чиновников распродаст, у Азаровых остаются виллы в Италии. Правда, несмотря на то, что скоро здесь начнется сезон, в Старую Европу, Алексей Азаров с отцом не ездит от греха подальше. Украина объявила их в розыск. Так что сидят в России. Кстати, странное дело. Если бы украинский суд наложил арест на имущество бывшего премьера его семьи, то европейские страны были бы обязаны все это заморозить. Но получается, украинской Фемиде нет дела до чиновников-беглецов и их имущества. София Градиенко, Василий Трушковский. Подробности. Телеканал Интер. И снова скандальное видео. И снова с человеком, похожим на сына министра внутренних дел Авакова Александра. Источник, который распространил очередную компрометирующую съемку скрытой камерой, тот же, что ранее выложил в интернет запись, где мужчина, внешне напоминающий Авакова-младшего, ведет переговоры о госзакупке рюкзаков для Министерства внутренних дел. С человеком, похожим на бывшего замминистра Сергея Чеботаря. Только в этот раз молодой человек, схожий с Аваковым-младшим, якобы играет в подпольном казино в карты на деньги и периодически при этом покуривает марихуану. За 9 часов игры якобы сын министра проигрывает в покер 100 тысяч гривен. Ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу. Маникюрша, швейцар, администратор гостиницы и директор фастфуда. Эти четверо свидетелей на суде по делу Геннадия Кернеса дали показания в защиту обвиняемого. Сегодня их допросили в Киевском райсуде Полтавы. Свидетели заявили, что ничего не видели, не слышали и не могут рассказать о похищении и избиении двоих участников Харьковского Евромайдана, которые якобы организовал Геннадий Кернес. Поскольку показания потерпевших и свидетелей кардинально отличаются, прокурор попросил на следующем заседании, которое запланировано на 29 февраля, организовать перекрестный допрос. Но Кернес выступил против, и вот как он прокомментировал ходатайство. Идет конкретное давление на суд, и мы это все видим. Я прошу, уважаемый суд, воспользоваться своим правом в это и отказать прокурору. И давайте будем дальше, если к этому свидетелю нет вопросов. Если есть, пускай задают. Если нет, давайте пойдем дальше. Адвокаты патрульного полиции Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве 17-летнего Михаила Медведева, в субботу подали заявление в полицию. Они просят открыть уголовное производство по статье «Хулиганство против водителя БМВ», за которым в ночь на 7 февраля патрульные полицейские в Киеве организовали погоню. Мол, тот наехал на сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения. И хотя следствие об этом знает, почему-то игнорирует данный факт, так говорят адвокаты. Дело открыто только против Олейника, который защищал пострадавшего коллегу, выстрелил в автомобиль и попал в пассажира БМВ. К тому же, жалуются адвокаты, воспроизведение ситуации следствие провело не сразу, а лишь в минувшие выходные. И до сих пор нет баллистической экспертизы. И что было подтверждено, это то, что во время этой погоны водитель пытался своем БМВ задавить сотрудника полиции, патрульного. Внаслідок чего этот полицейский вискочил ему на капот. Эти действия уже в всем мире и у нас квалификуются как замах на жизнь. А теперь всего на все нужно сделать баллистику. Эта заявка подана, но до этого времени ее не зарегистрировано. На сегодня водителю БМВ вменяются лишь хранение наркотиков. Именно по этой статье было открыто уголовное производство сразу после погони. Но по информации адвокатов Олейника, дело собираются закрыть. Количество наркотических веществ оказалось слишком мало для привлечения к уголовной ответственности. За минувшие сутки в зоне АТО больше всего атак зафиксировано на Донецком направлении. Боевики огонь вели по Опытному, Зайцевому, Троицкому, Новгородскому и Песках. Использовали стрелковое оружие, пулеметы крупного калибра и гранатометы. Подробнее о ситуации там расскажет Ирина Баглай. На данный момент стреляли по нам из Жабутинского района. Каждый день оттуда наводят по нам трассерами и потом полночи нам спокойствия нет. За автоматными очередями гранаты. Бывают бьют и потяжелее. Тактику боевиков армийцы знают наизусть. У бойцов команда наблюдать. Обстрел противника хаотичный. И пули рикошетом залетают и в укрытие. В районе был поставок крепкий, что-то горит у них. Только что жабы работали, РПГ. Ну и оттуда тоже где-то работал у пес. Так как они горят, низкие договоренности у них. Обстрел предваряет информационную атаку. Уже завтра в новостях попадание из гранатомета и пожар сепаратисты назовут ударом со стороны военных. Так они, стреляя по своим же, создают картинку для жителей оккупированных территорий. Объясняют военные. И сами вынуждены смотреть сепаратистские телеканалы. Мы постоянно оплот смотрим. Донецкий канал. Но мы сопоставляем. В основном они говорят неправду. Я сам в Скарматорской. Какой я Бендеровец? А я в России родом. Ну, здесь все. Мы только за Украину. Если людям постоянно негатив про нас говорят, 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 люди так и воспринимают. Пускай даже наши украинские каналы включат, пускай посмотрят. Бои здесь в последнее время длятся недолго. В случае атаки военным разрешено открывать подавляющий огонь. Но зачастую до этого не доходит. Провокация, во-первых, чтобы мы отвечали. Сначала, да, по приказу, да, мы отвечали. А сейчас они так постреляют, ну, ненастойчиво. Мы не отвечаем. Ну, и все. Ушли спать. Ранним утром в селе Пески тишина. Об артиллерийской войне напоминают только руины. Там на той стороне злой и коварный враг стоит, который мира совсем не хочет. Ну, зачем? Кому это все надо? Все раздолбано в хлам. Сколько еще продлится эта позиционная война, неизвестно. По данным разведки, противник здесь провел вынужденную ротацию. Группировку «Восток» оттянули назад. Разборки между главарями. Захарченко и Ходорковский не поделили контроль над железнодорожным узлом Ясиноватой. Вот и на линии фронта стало чуть тише. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Василий Сачук. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. В СНБУ сегодня опубликовали стенограмму заседания Совета нацбезопасности и обороны от 28 февраля 2014 года. Именно в этот день участники заседания решали, как реагировать на начало аннексии Крыма. В частности, в документе есть поручение исполняющего обязанности президента Александра Тручинова силовикам срочно разработать и применить комплекс мероприятий по возобновлению боеготовности украинской армии. В оппозиционном блоке считают, что содержание этого документа в полной мере раскрывает непрофессионализм и некомпетентность членов СНБО того времени. Участники этого заседания должны быть привлечены к ответственности. Именно они допустили потерю Крыма и Донбасса. Так считают оппозиционеры. Прощай ЮНЕСКО. Зачем глава Минкульта передал часть заповедника Софии Киевской в пользование одной из конфессий? И как это может отразиться на статусе исторического памятника? Подробнее о храме Раздора расскажет Елена Митясова. За этот храм Малой Софии Киевской и Украинские православные конфессии буквально дрались. Все греко-католики, автокефалия и украинские православные церкви желали здесь проводить свои службы. Но в ответ всегда слышали нельзя памятник наследия под охраной ЮНЕСКО. А на днях правила игры вдруг поменялись. В Минкульте приняли решение передачи части трапезной. Это так называемый теплый храм в пользование Киевского патриархата. Причем делить помещение церковникам придется вместе с учеными. С 10 до 17 часов, в тот час, когда работает музей, это помещение используется как музей. А с утра до этого часа и в вечере после этого часа надано церкви право завершить богослужение. Мы очень рады, что теперь в этом святом для всех нас месте молитва отмолвана. Храм Малой Софии святили вчера, сегодня утром и первое богослужение провели. Украинские православные конфессии, которые остались в нею дел, решение Минкультуры раскритиковали и назвали заангажированным. Наша церковь протягом многих лет обратилась к Министерству культуры и других повноваженных органов с проханием позволить, хотя бы иногда, проведение певных богослужений на территории Софии Киевской, в так называемой Малой Софии. Но каждый раз в нашей церкви отмолвалась. Мы знаем, что Кириленко не просто государственный чиновник, не просто министр, а членом высшей церковной ради Киевского патриархата. Таким образом, он абсолютно заангажированным человеком. На сотрудников Софии Киевской, говорят в опекунском совете заповедника, давили решение о передаче части храма. Те подписали в течение трех дней тайной без соблюдения процедуры проведения технических экспертиз. Решение было принято в обход нашего мнения, и мы были поставлены известность, я лично узнал из интернета. Храм 18 века. Последние реконструкционные работы здесь были в 70-х годах. Под ним находятся подвалы. Перекрытие неизвестно в каком состоянии. Количество людей здесь максимум в день может 2-3 человека пройти. Может случиться горе. Перекрытие может рухнуть. То, что Минкультура нарушила правила ЮНЕСКО, уверены и депутаты, говорят, с министерством будут судиться. А самого Кириленко отправят в отставку. Оппозиционный блок будет обратиться и к суду, что до отмены данного решения. На жаль, эти решения, они не додают злагоди в стране. На жаль, эти решения могут похитнуть криккий, межконфессионный мир в Украине, а также подервать единность и целесность страны. Постановление об увольнении министра Кириленко депутаты, говорят, зарегистрируют в парламенте в течение недели. Елена Митясова, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. США и Россия договорились о режиме прекращения огня в Сирии с 27 февраля. Об этом пока говорят дипломатические источники, но в ближайшее время госсекретарь США Джон Кири официально объявит о достигнутой договоренности. Известно, что в соглашении сделали исключение только для террористов исламского государства и организации Джабхат Ан-Нусра. То есть боевиков этих группировок бомбить будут и далее. Теперь Вашингтону и Москве нужно убедить все стороны конфликта подписать соглашение. О готовности прекратить огонь уже заявила сирийская оппозиция. Дорогие границы. Отказ от Шенгена приведет ко многомиллиардным убыткам, подсчитали немецкие экономисты. Только Германия за 10 лет может потерять астрономическую сумму до 235 миллиардов евро. Почему, несмотря на такие прогнозы, немцы продолжают проверять документы на границах? И что делал британский актер Джут Лоу в лагере беженцев в Кале? Обо всем этом Татьяна Лагунова. Убытки убытками, но проверки на границах власти Германии отменять не собираются. Пока это единственный способ хоть как-то контролировать поток беженцев и сразу отсеивать мигрантов, которые не имеют шансов получить в стране убежище. Впрочем, немецкие политики один за другим заявляют, закрыть границы недостаточно и предлагают ввести дневные квоты на прием беженцев. Я говорю не о плане Б, а о плане А2. Европейские проблемы должны решаться на общеевропейском уровне. Мы не должны зависеть от доброй воли других стран. Это камень в огород Австрии, где власти решили в день пропускать на свою территорию не более 3200 беженцев и принимать к рассмотрению всего 80 прошений о предоставлении убежища. Официальный Берлин уже заявил, соседи и партнеры так не делают. И даже пригрозил австрийцам ответными мерами. Правда, пока не уточнил, какими именно. И еще одна головная боль немецких политиков. Как не допустить роста враждебных настроений по отношению к беженцам? Только в эти выходные в Германии произошли два громких инцидента и оба в земле Саксония. В городе Клаузнец толпа заблокировала автобус с беженцами. На подъезде к приюту пришлось вмешаться полиции. А в соседнем Бауцине неизвестное подожгли общежитие, подготовленное для приема мигрантов. А это уже протесты афганцев на границе Македонии и Греции. Македонские власти теперь пускают на свою территорию только беженцев из Сирии и Ирака. Афганцам отказывают. Открыть границу требует более 5000 человек. У нас один план – либо пересечь границу, либо умереть здесь. Тем временем помочь мигрантам из лагеря во французском Кале взялся британский актер Джуд Лоу. Он посетил лагерь и призвал Лондон принять несовершеннолетних беженцев, у которых есть родственники Великобритании. Несколько дней назад британские кинозвезды уже направили открытое письмо с таким призывом премьеру Дэвиду Кэмерону. На Даунинг-стрит пока молчат. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. С вещами на выход. Мэр Лондона Борис Джонсон возглавит кампанию по выходу Великобритании из Европейского Союза. Почему политик пошел вразрез с линией партии и кого подставил этим своим решением, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Предательство друга и соратника. Борис Джонсон и Дэвид Кэмерон подружились еще в студенчестве, когда оба учились в престижном Итане. Оба члены правящей консервативной партии, сильные политические фигуры. Но сейчас их пути разошлись. Кэмерон призывает британцев остаться в Евросоюзе. Джонсон зовет всех на выход. Последнее, что мне хотелось, это пойти против Дэвида Кэмерона или правительства. Но после длительных размышлений я понял, что не могу поступить иначе. И буду выступать в команде тех, кто собирается голосовать за выход из ЕС. Поскольку хочу лучшей сделки для английского народа, чтобы сохранить деньги стране и вернуть над ней контроль. Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза состоится уже в июне. И решение лондонского мэра кардинально меняет расстановку сил. Противникам членства в ЕС как раз не хватало такого сильного и харизматичного лидера, готового повести за собой. И вот он появился. Местная пресса гудит. Джонсон не захотел быть пешкой в команде премьера. Он метит в его кресло. Но какими бы ни были мотивы лондонского мэра, следующие несколько месяцев премьеру Кэмерону придется не сладко. Мы должны четко понимать, что это решение будет окончательным, если проголосуем о выходе из ЕС, вернуться не сможем. Второго референдума не будет. Хочу подчеркнуть, даже если мы проголосуем о выходе, данный процесс может затянуться на годы. Но не Джонсоном единым. Вопрос о членстве в ЕС расколол партию премьера. На стороне противников ЕС уже шесть министров правительства и около ста депутатов-консерваторов. И если страна проголосует за выход, это может привести к отставке Кэмерона и досрочным выборам. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Сколько выручила британская королева за свой Ягуар и с кем американский президент зажигал на глазах у собственной супруги. Об этом не только в нашем обзоре. Королевский автомобиль в хорошие руки. Елизавета II через интернет продала свой Ягуар. Новому собственнику машина 2009 года выпуска с пробегом всего 12 тысяч километров и подогревом сидений досталась за 15 тысяч фунтов. А покупатель даже не догадывался, что этим Ягуаром управляла сама ее величество. Для танца с президентом и музыки не надо. В Белом доме радушно приняли 106-летнюю долгожительницу Вирджинию Маклорена. Та настолько обрадовалась встрече с Читой Обама, что пустилась в пляс даже без музыкального сопровождения. Барак и Мишель с удовольствием составили женщине компанию и искренне порадовались ее энергичности и жизнерадостности. В суд с роботом-юристом. 19-летний студент Стэнфорда Джошуа Броудер разработал программу, которая помогает британцам с легкостью уладить судебные дела. Обращаться к роботу можно, к примеру, в случае несправедливого штрафа за парковку или оплаты страховых платежей. После серии вопросов машина составляет апелляционный документ. За 4 месяца работы сайта, обратившиеся за помощью к боту, выиграли дел на 3 миллиона долларов. Чего не сделаешь ради смартфона. В Пекине женщина нырнула в ледяное озеро, чтобы достать случайно упавший в воду айфон. Ее не остановила даже морозная погода. Очевидцы сделали несколько снимков и выложили в интернет. Пользователи сети геройство женщины не оценили, обвинив ее в безответственном отношении к собственному здоровью. Счастливое возвращение в родную стихию в Орегоне на волю выпустили спасенного белоголового орлана. Неделю назад птица запуталась в рыболовных сетях и получила несколько травм. За выздоровлением хищника следили тысячи американцев. Ведь именно белоголовый орлан красуется на гербе США и находится под угрозой исчезновения. Сотни музыкантов, танцоров, да и просто любителей повеселиться собрались на улицах Коломбо. На Шри-Ланке стартовал буддийский карнавал «Навам». В сопровождении барабанов люди идут к местному монастырю поклониться святыням. Ларец с реликвиями Будды выносит самый большой на острове Слон. Праздник длится три дня и заканчивается световым шоу. Конец династии Буша. В США брат бывшего президента Джорджа Буша Джепп объявил, что больше не будет бороться за президентское кресло. Почему он принял такое решение и у кого теперь наибольшие шансы переехать в Белый дом? Об этом наш собственный корреспондент в США Тихон Зитко. Решение оставить попытки стать кандидатом в президент от республиканской партии Джепп Буш принял после субботних внутрипартийных выборов в штате Южная Каролина. Бывший губернатор штата Флорида, которого еще в начале лета считали фаворитом предвыборной гонки, не оправдал ожиданий. В ходе последних праймерис он занял лишь четвертое место в предыдущих двух раундах. Также выступил неудачно и понял, шансов у него нет. Я горжусь той кампанией, которую мы вели, чтобы объединить нашу страну и защитить консервативные ценности, так необходимые нашей стране. Но избиратели Айовы, Ньюгемшира и Южной Каролины сказали свое слово. Я уважаю их мнение и прекращаю свою избирательную кампанию. Это решение означает время династии Буша и в американской политике подошло к концу. Во всяком случае, если дочери бывшего президента Джорджа Буша не решат идти в политику. Как же это отразится на нынешней избирательной гонке? Местные эксперты считают, что это на руку сенатору Марку Рубио. Он представляет в сенате штат Флорида. Джеб Буш для него в некотором смысле политический отец. Потому не исключено, что именно Рубио отойдут голоса его избирателей. И, что немаловажно, еще Рубио поддержит доноры и спонсоры кампании Буша. Я знаю, что на все воля Господа. Как он решит, так и будет для нас и нашей страны. И если Господу будет угодно, именно я стану 45-м президентом Соединенных Штатов. Рубио может уповать не только на Бога. В Южной Каролине он пришел вторым, ненамного опередив сенатора Теда Круза. Первым с отрывом в 10% голосов пришел скандальный бизнесмен Дональд Трамп, упрочивший свое лидерство. На очереди следующий штат, Невада. Там у республиканцев праймерис пройдут завтра. Напряженное противостояние и в демократическом лагере. На праймерис в Неваде в субботу Хилари Клинтон одержала победу над сенатором Берни Сандерсом с отрывом в 5% голосов. Интрига сохраняется завтра у демократов праймерис в Южной Каролине. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Певица Джамала представит Украину в Швеции на Евровидении в мае. Ее поддержали 150 тысяч зрителей. Всего же в финальном голосовании национального отбоя приняли участие 380 тысяч человек. Это стало рекордом. На конкурсе Джамала исполнит песню собственного сочинения о депортации крымских татар. Композицию она посвятила своей бабушке, депортированной из Крыма в 1944 году. И снова с нами на связи моя коллега Ольга Рыцарь. Я напомню, она находится сейчас у администрации президента, где Петр Порошенко встречается с министрами иностранных дел Германии и Франции. Оля, есть ли какие-то новые детали этой встречи? Нет, Наталья, хочу сказать, что встреча глав МИД Германии и Франции с президентом Порошенко в эти минуты продолжается. Она длится уже больше часа, но из администрации президента никто так и не выходил. Напомню, что за закрытыми дверями президент Украины с дипломатами обсуждают проведение реформ в Украине, реализацию Минских соглашений, а также думают, как разрешить политический кризис. Ну а мы остаемся здесь и будем следить, чем же все-таки закончится эта встреча. Наталья. Спасибо, Оля. Ольга Рыцарь о встрече, которая проходит сейчас в администрации президента. И, конечно же, мы расскажем о ней уже в утренних выпусках новостей, поскольку наш выпуск уже завершен. Подробности ЮЭй – это наш сайт, где информация обновляется постоянно. Желаю вам хороших новостей и прощаюсь до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok